Долгожданное оборудование поступило в детский центр медицинской реабилитации «Амурский». Роботизированный ортопедический тренажер «Локомат» поможет в восстановлении навыков ходьбы, утерянных в процессе болезни или травмы. Как он будет работать, узнавала моя коллега Виктория Зыкова. Глебу Хохлову 8 лет. Диагноз ДЦП ему поставили при рождении. У мальчика нарушена функция правой руки и правой ноги. Ходить он начал всего полтора года назад. Проходить курс реабилитации ему нужно каждые три месяца. Но ради своих высоких целей ребенок готов работать и бороться со своей болезнью. Я стану сантехником, механиком, пором и фермером. Мне для этого сейчас надо разрабатывать дручку. С появлением нового роботизированного оборудования реабилитация детей станет эффективнее. Сейчас тренажер в процессе настройки и установки. Но пробную процедуру несколько дней назад для Глеба уже удалось провести. Результат не заставил себя ждать. До остановки мы шли за автобусной. У него с пятки на носочек, прям ножка вот так ушла. Он поднимал высоко колени, прям прекрасно. Он радовался. Он радовался. Он не хотел уходить. Сегодня этот аппарат единственный в регионе. Он позволяет стабилизировать и вертикализировать положение тела в пространстве и дать чувство равновесия. А также простроить правильное движение костей таза, чтобы мозг запомнил и потом мог повторить без тренажера. Мы ребеночку одеваем ортезы. Ортез бедренный, коленные ортезы. Задаем программу ему, то есть длину шага, ширину шага, отведение приведения в тазобедренных суставах. То есть формируем правильную физиологическую походку. В детском реабилитационном центре Амурске ежегодно получают помощь порядка 4 тысяч детей. Две трети из них имеют заболевания центральной и периферической нервной системы. Многие инвалиды. Новый роботизированный тренажер для них – реальная возможность поднять качество жизни, не выезжая из региона. Наши детишки были вынуждены ездить в ближайший центр, это Владивосток. Конечно, там были очереди, конечно, это вызывает много вопросов и по транспортировке, и по возможности получить такое лечение. Но также наши дети ездили, к сожалению, и в Питер, в Москву. То есть действительно аппарат Лакомат, который мы с ним получили, это уникальнейший аппарат. Всего для детского реабилитационного центра из федерального и краевого бюджетов в прошлом году было выделено 75 миллионов рублей. На эти деньги приобретено больше 70 единиц медтехники, мебели и других изделий медицинского назначения. В этом году реабилитационное оборудование планируется закупить для первой краевой больницы. Виктория Азыкова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.